здравствуйте с вами поле сегодня я вам хочу рассказать как создавать быстро и легко продающиеся видео которые будут продаваться на фотостоках приносить вам стабильный доход вообще без каких-либо трудностей и сложностей все что вам нужно эта камера можно снимать даже на телефон вот и посмотрите какой у меня есть вращающийся столик я сейчас расскажу вот и с его помощью можно заниматься предметной фотосъемкой видео съемка на видео съемка мы сегодня говорим о видео вот и легко и быстро зарабатывать я вам это рассказываю своего опыта потому что у меня уже несколько лет продаются видео сняты на этом вращающемся столике если вы являетесь фотостокером или только планируете им стать не забудьте подписаться на этот канал поле и я постоянно снимаю видео по поводу фотостоков если вам это интересно то присоединяйтесь если вы еще не подписались если мое видео для вас окажется интересным и полезным пожалуйста не забудьте поставить лайк и напишите свой комментарий что вы думаете по этому поводу я могу сказать что я уже давно снимаю такие видео купила этот столик еще до войны он подключается к 220 вот через юсб единственное что я чуть-чуть сделала его усовершенствовала я вот здесь сверху сейчас так покажу что было видно видите наклеила пленочку то есть моющуюся такую поверхность здесь была такая более шершавая поверхность она пачкалась а почему она пачкалась потому что я снимаю еду но в смысле в том плане что я снимаю также фрукты овощи и овощи ягоды я просто сделала моющуюся поверхность вот наверное видно что она такая глянцевая это единственно что я как бы сделала сама но вы можете как вам удобно использовать такой столик здесь есть кнопочка вот вы видите я вам покажу потом как он работает и и очень легко и просто можно делать предметную видеосъемку видео продаются намного дороже чем фото например на шатерсток фотографии от 10 центов продаются а видео я не могу сказать сколько минималка сейчас но больше доллара хотя это конечно очень мало на адопт сток например видео продаются по 25 долларов но там тоже есть разные цены есть и по 3 доллара продаются и на dreamstein тоже 3 доллара а на getty я вам не скажу не помню сколько там минималка но тоже видео продаются дороже чем фотографии я вообще очень люблю предметную и фотосъемку и видеосъемку у меня масса просто фотографии которые покупали просто предметка берете разные предметы берете канцелярские разные предметы то есть ручки карандаши блокноты берете еду любую я на тарелочках выставляю в посуде в разные и фужеры и блюдца и фрукты и овощи и создаю какие-то там такие ну не сложные натюрморты и все это покупают вообще хорошо покупают все на белом фоне то есть создаете белый фон используете или ткань или бумагу или есть специальные боксы вот и также можно создавать предметное видео с таким вот столиком как я вам показала и ставите освещение снимаете и все успешно загружаете очень хорошо фотостойки это все принимают и хорошо продают что я хочу сказать еще по поводу этого столика он не предназначен для тяжелых предметов это единственное что я вас должна предупредить о чем потому что когда тяжелый предмет он плохо вращается но это китайское производство я по-моему даже заказывала на каком-то китайском маркетплейсе потому что я помню но у нас они тоже продаются я думаю что там где вы живете есть подобные столики есть также столики которые не подключены к электричеству но я все-таки вам советую покупать вращающийся автоматический столик потому что вы не будете отвлекаться то есть вы включаете и вы заняты только съемкой вам не надо его вращать и чтобы это вращение было равномерным вы понимаете то есть чтобы ничего нигде не дрожала потому что вот эти все шумы и дрожание они конечно сказываются на качестве видео это очень важно поэтому я рекомендую я не рекламирую этот столик я просто вам рассказываю я рекомендую покупать столик который будет может быть на батарейках я не знаю может быть есть такие или просто работающие от сети конечно если вам надо снимать какие-то тяжелые предметы я сразу вам хочу сказать скорее всего вам потребуется просто не автоматический вручную вращающийся столик потому что возможно что тяжелые предметы такой столик не сможет вращать он просто не сможет нормально крутиться потому что я уже пробовала на самом столике я что-то пыталась снимать тяжелое но тяжелое я не могу вам сказать ну допустим фрукт если вы какое-то яблоко или апельсин положите или мелкие предметы легкие он вращает но если вы нагрузите тарелку еды вот я вспомнила я ставила тарелку с разными там фруктами целую груженую тарелку он не крутит могу просто вам сразу сказать чтобы вы знали то есть я вам делаю такой даже обзор этого столика ну вы видите какой у него размер примерно ну тут наверное около может быть 15 сантиметров в диаметре примерно так не могу вам сказать может быть 20 15-20 где-то так вот и он предназначен для видеосъемки мелких разных предметов то есть можно например ювелирное украшение красиво на нем снимать я вот снимала и разные такие небольшие предметы не тяжелые но предметов очень много все равно можно делать разные тоже натюрморты и создавать разные композиции в том числе разные бизнес какие-то композиции которые хорошо продаются тоже на фотостоках так что я вам дала идею надеюсь вам это поможет в работе если у вас конечно будет желание снимать заниматься вот предметной видеосъемкой чем мне лично нравится предметная видеосъемка там не нужны никакие разрешения потому что если вы снимаете людей или какие-то например исторические здания нужны разрешения заполнение документов в общем это все долго сложно и просто это занимает кучу времени а предметку когда вы снимаете вообще никаких проблем вы берете все что хотите любые предметы абсолютно единственное что конечно там не было никаких логотипов других фирм то есть если у вас это какой-то блокнот там не ну не должно быть какого-то бренда потому что бывает сувенирная продукция это должен быть просто чистый блокнот без каких-то узнаваемых орнаментов например черный или там какой-то монохромный одного какого-то цвета без надписей и точно так же это касается любого предмета ну все кто работают на фотостоках знают что нельзя снимать предметы с брендом если вы фотографируете какой-то допустим предмет на котором написан бренд фотошопе его можно стереть я так делаю и так делают многие фотостокеры то есть все это замаливается стирается приводится в состояние готовое к продаже но в случае с видеосъемкой вам придется сразу искать предметы без брендов потому что очень проблематично на видео это все убирать это такие сложности что лучше просто брать предметы без всяких надписей без узнаваемых символов вот ну я думаю вы меня понимаете так что это такой лайфхак для фотостокеров я надеюсь что это будет вам полезно я не считаю что все мы какие-то там конкуренты друг другу всегда есть новые идеи у меня вообще масса идей я находила сама кучу ниш которые не востребованы еще точнее не востребованы они еще не заполнены вот и я считаю что на фотостоках еще просто гора работы и я конкуренции не боюсь так что желаю всем удачи пишите пожалуйста в комментариях есть ли у вас какие-нибудь идеи для фотостокеров вообще с какими нишами вы работаете и что вы вообще думаете по поводу перспективы работы на фотостоках я уже говорила но я повторю я считаю что фотостоки все равно это нормальный вид заработка я не могу сказать что там можно заработать миллионы но там можно заработать на жизнь если конечно усердно трудиться но в принципе в большинстве отраслей разных приходится трудиться вкладывать какие-то усилия время ну получается что работать все равно приходится но фотостокеры хотя бы не привязаны графику они могут работать дома они как бы не привязаны к человеческому фактору в прямом смысле потому что мы загружаем свои работы и покупатели их просто покупают мы не контактируем напрямую с конечным потребителем я считаю что это огромный плюс потому что лично я скажу честно не люблю работать с людьми меня бесит очень сильно человеческий фактор потому что я работала с людьми в разных сферах и меня фотостоки устраивают я работаю дома так как мне удобно в удобном графике и в принципе пока у меня доход небольшой но я над ним работаю и думаю все будет хорошо благодарю всех за просмотр с вами была Поля подписывайтесь на мой канал пишите комментарии нажимайте колокольчик ставьте лайки всем пока пока